Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Павел Генёв. Я рад приветствовать вас на вебинаре «Рыски и ипотеки в условиях кризиса». Организатором выступает компания «Панорама Экспо», деловой партнер «Женка Элит». Сегодня с помощью наших спикеров вы получите ответ на вопрос «Брать или не брать кредит» в нынешних непростых экономических условиях. Также вы сможете задать свои вопросы спикерам в чате. Большая просьба указывать, кому именно адресован наш вопрос. Добавлю также, что по недавно сложившейся традиции самые активные из вас, задавшие больше всего вопросов нашим докладчикам в чате, получат подарок из жилищного проекта «Фирменную футболку с афоризмом. Любовь проходит, квартиры остаются». Авторство нашего директора Владимира Николаева. Точно такое же вы можете видеть сейчас на мне. Победитель будет объявлен перед завершением мероприятия. Пожалуйста, не отключайтесь раньше времени. И для начала представим нашего информационного партнёра ЕМЛС-24. ЕМЛС-24 – это один из крупнейших ресурсов по недвижимости Петербурга и Ленинградской области. На ЕМЛС-24 вы найдёте около 130 тысяч предложений о продаже квартир от агентств недвижимости, застройщиков и собственников. Объявление проверяется на актуальность. Сортировка по цене, удобный пояс по карте – всё это на ЕМЛС-24. Теперь позвольте представить наших сегодняшних докладчиков. Первой выступает Наталья Владимировна Ермолаева, директор компании «Гарант Кредит». Тема её выступления – риски и потери рынка в условиях кризиса. Затем мы передадим слово Юрию Владимировичу Сергееву, генеральному директору агентства недвижимости «Динос». Его доклад называется «Жилищное кредитование на вторичном рынке. Как платить меньше?». И, наконец, наш третий спикер – Андрей Витальевич Пименов, управляющий офисом Банка жилищного кредитования в Петербурге. Тема его выступления – сколько брать и сколько отдавать, как рассчитать свои финансовые возможности. Итак, я передаю слово первому докладчику. Наталья Владимировна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, дорогие слушатели. Перейдём к моему докладу. Собственно, тема моего выступления сегодня – риски и потеки на первичном рынке в условиях кризиса, и о ней мы поговорим. Для начала определимся с участниками ипотечного процесса. Они же являются основными источниками как рисков, так и, собственно, снижения этих рисков. Естественно, основной участник ипотечного процесса – это у нас заёмщик. У заёмщика самая главная характеристика, которая является как риском, так и страхованием этого риска – это его платёжеспособность. Далее у нас банковская организация. То есть это кредитная организация, это банк, у которого есть определённые условия кредитования, которые он предоставляет. И, соответственно, застройщик. То есть тема моего доклада – это именно первичный рынок, поэтому продавцом недвижимости у нас является застройщик. У застройщика, соответственно, немаловажная его характеристика – это надёжность его, то есть будет ли построен дом. Соответственно, перейдём немножко поподробнее. Особенность ипотеки на первичном рынке заключается в итоге в том, что в первую очередь купить квартиру в ипотеку в строящемся доме можно только в том банке, который аккредитовал именно этот дом. Так как дом ещё не построен, то предметом залога является право требования, а не сам объект недвижимости. Право собственности на него ещё не оформлено, поэтому банки проводят процедуру аккредитации застройщиков, чтобы уже дать ответ, готовы ли они давать ипотеку под объекты этих застройщиков. Соответственно, эта процедура длительная и она носит юридический характер. То есть выбирая квартиру у определённого застройщика, вы можете увидеть список банков, которые готовы аккредитовать этот дом. Второй немаловажной особенностью является то, что недвижимость после регистрации собственности будет оставаться в залоге у банка. То есть пока квартира строится, пока дом строится, в залоге у банка находятся право требования, а с момента постройки это уже право собственности на недвижимость. Также особенность за то, что при ипотеке, в отличие от рассрочек и других видов приобретения, собственность вы получите уже сразу же, как только дом построится. То есть несмотря на то, что вы ещё не выплатили выплаты по кредиту, собственность вы уже оформляете на себя, на эту квартиру с обременением. И также особенность такая, что ипотека для застройщика является 100% единовременной оплатой. Поэтому покупатели, использующие ипотеку, могут претендовать на скидку от застройщика. Скидка бывает 5% или 20%. И соответственно, также этим предложением могут пользоваться ипотечные заёмщики. Ну собственно перейдём теперь к рискам. В чём заключаются риски? Риски соответственно делятся, ну имеют те же самые три источника, которые являются участниками нашего процесса кредитования. В первую очередь, конечно же, это заёмщик и под угрозой его платёжеспособность. За весь период кредитования у заёмщика, у человека, у физического лица могут меняться его жизненные обстоятельства. Может меняться уровень дохода, может вдруг быть потеряна работа, может быть потеряна трудоспособность. У всех у нас может меняться состав семьи, может он увеличиваться, уменьшаться. В частности, даже бывает, что происходит банкротство физического лица по причине того, что он не справляется со своими долговыми обязательствами. То есть это те риски, которые несёт сам заёмщик, и от него же, от самого они и зависят. Ну и от внешних факторов, конечно же, тоже. Что касаемо банка. От банка зависят такие параметры, как изменение условий кредитного договора в одностороннем порядке. Нужно внимательно смотреть кредитный договор, могут ли какие-то условия быть изменены. И, соответственно, если ситуация экономическая в стране меняется, или какие-то обстоятельства вдруг начинают оказывать влияние на обстоятельства какие-то рынка, то, соответственно, если какие-то условия договора могут меняться, это очень существенный может быть риск для заёмщика. И также банк может банкротиться, или каким-то причинам что-то с ним может происходить. Что касается объекта залога, то есть в нашем случае сегодня это застройщик, который в строящемся доме, там возможны такие риски, как, например, непрозрачные схемы продаж, то есть какие-то непонятные схемы продаж, те, которые не гарантируют, что заёмщик станет собственником квартиры. Это могут быть задержки сроков сдачи долгострой, остановка строительства, или, не дай бог, банкротство застройщика. Такое тоже бывает. Соответственно, это те риски, которые непосредственно у нас зависят уже от застройщика. И, в частности, помимо того, что риски касаются первичного рынка, в кризис у нас обостряются именно эти параметры. Эти факторы, они уже могут быть связаны даже не столько из-за самого заёмщика, например, или из-за банка, или из-за застройщика, из-за того, что они какие-то неблагонадёжные. Это уже обстоятельства для них, для большинства участников рынка, это обстоятельства непреодолимой силы. То есть, например, может снизиться уровень доходов или потерять работу наш заёмщик не по своей вине. То есть, как-то ситуация может измениться на рынке, и такое может произойти. И в кризис это, конечно, более вероятно. Ни для кого не секрет, что в кризисе многие банки, что-то с ними происходит. Они банкротятся, у кого-то забирают лицензии или ещё что-то происходит. Тоже это более часто происходит в кризис. И с застройщиками тоже всем известный фактор, что такое бывает. Остановки строительства и банкротство застройщиков происходит наиболее часто именно в кризисные периоды. Что же делать? Теперь подробнее поговорим об этом. Как можно снизить риски по самому заёмщику, то есть, связанные с его платёжеспособностью? В первую очередь, большинство банков рекомендует всё-таки, чтобы платёж доход не превышал 50%. То есть, где-то половину от дохода, не больше, нужно, чтобы заёмщик платил в счёт погашения своих кредитных обязательств. Это такая величина, которая до 50% ещё при каких-то изменениях заёмщик, скорее всего, справится. Как-то найдёт выход в какой-то ситуации. Если вдруг даже что-то произошло с его доходами, он сможет как-то сориентироваться, как-то подстраховаться. Если же у него платёж превышает, то есть, ему удалось как-то получить такой кредит, что его кредитная нагрузка превышает 50% от его дохода, тут риск максимален, что вдруг при изменившихся условиях рынка как-то станет ему совсем тяжело. При подборе ипотечной программы также важно прогнозировать уровень своих доходов и контролировать свои расходы. Нужно понимать, что ипотечный кредит – это долгосрочное кредитование. То есть, это может быть 10 или 15 лет, длится эти взаимоотношения с финансовой организацией. Нужно понимать, что за это время жизнь меняется, может измениться состав семьи, могут увеличиться доходы, уменьшатся доходы. Может, ну, жизнь, конечно же, идёт своим чередом. Нужно это планировать заранее и рассчитывать свои расходы с учётом всех этих обстоятельств. И если вдруг такое произошло, что заёмщик взял кредит, уже платит, и вдруг что-то всё-таки происходит с его доходами, ну, как-то он теряет свои доходы или они существенно снижаются. Практически во всех банках возможно получить или реструктуризацию, или кредитные каникулы, или рефинансировать свой кредит. В сложных обстоятельствах банк, в первую очередь, заинтересован в том, чтобы продолжать свои взаимоотношения с заёмщиком, и идёт навстречу к заёмщику, потому что банк заинтересован в том, чтобы сохранять долгосрочные взаимоотношения и сохранить у себя клиента. Соответственно, если вдруг у клиента сильно изменились обстоятельства, могут быть привлечены дополнительные созаёмщики или поручители. Может быть произведена реструктуризация, например, с удлинением срока кредита, то есть с уменьшением платежа, чтобы этот платёж был более комфортным. Может рефинансироваться остаток кредита, если вдруг там, например, плавающие ставки или нефиксированные какие-то условия в договоре, рекомендуется всё-таки его тогда фиксировать и как-то приводить к какому-то такому виду, который не может колебаться в кризисные периоды. К сожалению, их сложно предвидеть, поэтому желательно заранее всё-таки рассчитывать такие серьёзные взаимоотношения с банками. Соответственно, далее, что может быть с банком? В первую очередь, конечно же, желательно и рекомендательно выбирать аннуитетный платёж при всех вариантах. То есть, если у нас платёж от чего-то зависит, он зависит от каких-то показателей. Если у нас процентная ставка, например, плавает или ещё что-то, мы понимаем, что при изменении экономической ситуации могут эти указатели очень сильно меняться. То есть, платёж, например, может вырасти в два раза или больше. Соответственно, если ситуация и так напряжённая, то для плательщика может такая ситуация оказаться очень-очень существенно, сказаться на его качестве жизни. Условия кредитного договора банка, соответственно, тоже должны быть прозрачны. Всё должно быть понятно, все записи под звёздочками, всё должно быть описано, что банк и ни один из участников кредитного договора не может менять его существенные условия в одностороннем порядке, что не могут меняться платёж, ставка или ещё что-то. Это важно читать тоже заранее. Если вдруг банк, что-то происходит с самой организацией с банком, что происходит тогда с нашим заёмщиком? У заёмщика меняется сторона по договору, то есть появляется банк-приемник, который залогодержатель, то есть он становится новой стороной по договору. И если мы предыдущие пункты выполнили всё верно, то есть в договоре условия не могут меняться, то для заёмщика меняется только юридическое лето, к которому он теперь продолжает носить платежи. В том же размере, при тех же условиях, условия договора не меняются. Соответственно, здесь уже тогда бояться нечего. Самое главное всё-таки в начальном этапе, при принятии решения об ипотеке, предусмотреть все эти нюансы и подстраховаться заблаговременно и на будущее. Что можно сказать касаемо застройщика? Тут факторов, конечно, много, и всё-таки застройщики в кризис, если что-то с ними происходит, это происходит в основном независимо от их надёжности и благонадёжности, всё-таки очень сильно на них сказывается экономическая ситуация в стране. Соответственно, то, что можно заранее предвидеть, это такие вещи, как, например, цена объекта, она должна быть зафиксирована и договора, никаких условных единиц или каких-то условных показателей. Репутация и надёжность застройщика играют очень важную роль. Если застройщик совсем неизвестный, совсем недавно появился, никто не знает, как он строит, скорее всего, для покупателя очень сложно будет оценить, насколько надёжный этот застройщик и насколько можно рассчитывать на то, что он достроит вовремя и достроит хорошо. Финансовая устойчивость застройщика – эта информация тоже, как правило, не является доступной, то есть здесь в основном всё-таки репутация играет наибольшую роль. Прозрачная схема продажи должна быть, всё прописано в договоре, и в идеале, конечно же, это работа застройщика по 214-му федеральному закону, то есть договор долевого участия. Он считается наиболее надёжным, хотя и тоже стопроцентной гарантии не даёт. Если вдруг что-то происходит застройщикам, в кризисе такое бывает, чаще всего на сегодняшний день недостроенные квартиры передаются на достройку другому инвестору. То есть, скорее всего, будет задержан срок, но, тем не менее, вероятнее всего, дом будет достроен, и дольщики получат свои квартиры. И также можно обращать внимание на то, сколько банков покредитовали этого застройщика. Если их много, если это большие и крупные банки, это значит, что они провели юридическую проверку. Хотя банк и не является гарантом того, что дом будет достроен, всё-таки заёмщик, заключая кредитный договор, он заключает кредитные обязательства сам с банком. То есть, банк на себя обязательства не берёт, за то, что если вдруг дом не будет достроен. Но если вы при этом тщательно выбрали застройщика, соответственно, квартира ваша будет достроена, и ваши взаимоотношения с банком продолжают действовать так же, как на тех условиях, которые вы подписали в кредитном договоре. По всем этим вопросам на сегодняшний день рекомендуется всё-таки обращаться к имеющим хорошую репутацию организациям и специалистам в этой области, которые хорошо знают рынок, хорошо знают застройщиков, знают, как они строят и знают, как достраивать, соответственно, к кому стоит обращаться. И с банками то же самое. То есть, люди, которые умеют уже читать договор и знают, на что обратить внимание. Поэтому этот выбор довольно серьёзный. Самое главное – ответственно отнестись к принятию такого решения и предусмотреть все факторы, которые могут повлиять. Вот. Собственно, у меня по теме всё. Вот наши контакты. Если остались ещё вопросы, можно звонить, и мы с удовольствием ответим на все вопросы. Я ещё останусь в чате и отвечу на вопросы, которые мне задавались. Наталья, прежде всего, хотелось бы и мне несколько вопросов вам задать. Вот первое, что приходит в голову, сейчас на слуху довольно много скандалов, связанных с коллекторскими агентствами. Понятно, что они больше работают с микрофинансами организации, но вообще, может быть, существует хотя бы теоретическая возможность, что банк ваш долг отдаст коллектору, или в этом ему нет никакого смысла? При ипотечном кредите это практически маловероятно, потому как здесь у нас залог недвижимого имущества, и самый простой способ решить вопрос с заёмщиком, который вдруг перестал платить, это всё-таки реализовать объект залога. То есть он для того и есть. Для коллекторов это достаточно тяжёлая такая... Ну, ипотека — это дорого для коллекторов, скажем так. Но, тем не менее, этот риск всё равно существует, поэтому лучше платить вовремя. Разумеется. Вот Алексей интересуется, такой у меня частный вопрос, могут ли мне дать ипотеку, если у меня срочный трудовой договор на год? Ну, при достаточно большом первоначальном взносе, хотя бы 30%, при индивидуальном рассмотрении такое возможно, конечно. Вот Светлана опять-таки задаёт вопрос, довольно сложный. Можно ли переуступить квартиру в строящемся доме, обременённой ипотекой, по договору цессии? Можно. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Ну, то есть, да, ну, то есть нужно... Это индивидуально рассматривается ситуация уже, то есть только через полное досмотрение, срочное погашение ипотеки. То есть сначала вносится платёж, вот, и, скажем так, деньги вперёд. То есть нельзя покупателю передать свою ипотеку? Нет, это новая ипотека будет. Покупатель берёт свою ипотеку при досрочном погашении этой ипотеки. То есть, если коротко, процедура выглядит так. Спасибо, Наталья Владимировна, за интересное выступление. И теперь мы предоставляем слово Юрию Владимировичу Сергееву, генеральному директору агентства недвижимости ДИНОС. Напомню, что тема его доклада «Жилищное кредитование на вторичном рынке. Как платить меньше?» Пожалуйста, Юрий Владимирович, вам слово. Добрый вечер, слушатели вебинара. Моя тема о кредитовании на вторичном рынке жилья. И я постараюсь в эти сжатые сроки как-то пробежаться по этой теме. Всегда есть категория людей на рынке, которая готова приобретать квартиру только на вторичном рынке. Ну, могут быть на это самые разные причины. Основная причина самая такая, когда человеку нужно въехать в какое-то конкретное вполне жилье. Он не может ждать, не может ждать, пока дом построится. Он хочет эту квартиру приобрести сразу же. И, соответственно, он обращает свой взор на вторичный рынок. Понятно, что есть там другие ситуации, когда кто-то просто боится вкладываться в строящееся жилье. Но вот основная причина все-таки, когда нужно купить квартиру как можно быстрее. Сейчас я вам, соответственно, по этому буду о разных нюансах рассказывать. Получение потечного кредита даже в кризис можно рассматривать, но, конечно, в такой кризисной ситуации надо подходить к этому довольно взвешенно. В первую очередь вы должны иметь стабильный источник доходов. Я вот всегда всех клиентов призываю. Никогда, ни в коем случае. Я работаю один год, прекрасно зарабатываю, при этом до этого перебивался с хлеба на квас, с доходами как-то было не очень. Но вот, значит, думаю, все-таки взять ипотеку. Наверное, это не совсем правильный подход. То есть было бы значительно правильнее, что уже человек работает, уже имеет постоянные источники доходов. Тут еще это, конечно, зависит и от профессии этого человека. И может тогда, соответственно, вполне рассмотреть ипотеку, потому что, к сожалению, без ипотеки купить квартиру в Санкт-Петербурге, в частности, не так-то просто. И здесь у меня приведено еще два таких совершенно простых примера, когда вы хотите продать одну квартиру и купить другую. Совершенно спокойно такую сделку при, опять же, стабильном источнике доходов можно совершать. По одной простой причине, что сумма кредита не такая большая. И я на следующем слайде сейчас вам это проиллюстрирую в вполне конкретном примере, чтобы можно было посмотреть, о каких цифрах идет речь. И еще один из вариантов – это вы живете в арендованном жилье, вы привыкли каждый месяц платить какую-то арендную плату. Ну, почему бы не задуматься о том, при наличии первого взноса, взять ипотеку и платить вместо арендной платы ипотечный взнос уже за свою непосредственно квартиру. Понятно, могут быть и какие-то другие ситуации. Ну вот, здесь я вам представил такие две совершенно понятные. Теперь давайте посмотрим, что получается по цифрам. Если мы с вами говорим о сумме кредитов в полтора миллиона рублей, это та сумма, которой зачастую бывает достаточно при обмене так называемым с доплатой. Я продаю одну свою квартиру, покупаю другую. Либо покупки с первым взносом 500 тысяч рублей, какой-то очень-очень простой недвижимости, если это город, это может быть какая-то очень хорошая комната, либо это может быть совсем маленькая квартира за КАДом, то есть это уже область, но в принципе недалеко от города, вы можете рассмотреть вот такой ипотечный кредит. И здесь три варианта. Обратите внимание, 10 лет, 15 лет, 20 лет. Ставка меняется с увеличением срока. При 10 годах это 14%, при 15, 20, 14, 25. И платеж ежемесячный здесь виден. При 10 годах 23, 289, при 15, 20, 228, и при 20, это 18, 925. На что здесь обязательно надо обратить внимание? Обратить внимание, что между 15 и 20 годами очень незначительное происходит изменение платежа. И здесь еще есть такая графа, как переплата, и увеличивается ваша переплата. Но мы еще вернемся к сроку кредитования, а пока просто этим слайдом я хотел вам проиллюстрировать ежемесячный платеж. Он в принципе посильный для довольно большого количества активного населения. Теперь, какой план, собственно говоря, должен быть у любого человека, когда он задумался о взятии кредита и приобретении объекта? Это основные вопросы, решаемые заемщиками, важные нюансы, возможности по снижению ставки кредитования, риски, которые необходимо учитывать. И сейчас мы поэтому пройдем с вами более подробно. Основные вопросы, решаемые заемщиками. Ну, любой заемщик у нас всегда сначала ищет самую низкую ставку по кредиту. Это вполне очевидно. Здесь наши заемщики ориентируются на предложения рекламных банков. О чем всегда помните. В любой рекламе банка указана процентная ставка от такой-то. То есть, если указана даже слишком привлекательная ставка, вы должны понимать, что не факт, что именно такую ставку вы получите в этом банке. Соответственно, ну, всегда предлагаем рассмотреть несколько вариантов и посмотреть, какие будут процентные ставки. Потому что, вы знаете, сталкивались с тем, что иногда даже зарплатные клиенты банка, которые всегда имеют пониженную процентную ставку, в этом банке им дают все-таки кредит по более высокой ставке, чем в том банке, в котором он не является зарплатным клиентом. Следующий момент – выбор банка. Вот этот пункт я всегда вообще ему уделяю достаточно серьезное внимание. Сейчас объясню, почему. Бытует такое мнение, что можно взять кредит в любом совершенно банке, и совершенно не важно, какова надежность этого банка, ну, обанкротится банк и обанкротится. То есть, это я ему же должен деньги, а не он мне должен деньги. Но вы должны что совершенно четко понимать. Если происходит банкротство банка, ваш кредит не прощается, то есть он никуда не сгорает, вы по-прежнему должны. Просто это требование переходит к какой-то иной организации, например, к другому банку, который каким-то образом вступил в санацию, либо что-то еще произошло. Какие здесь подводные камни вас могут ожидать? Совершенно реальные случаи происходили у нас, когда один банк ушел с рынка, у него было некое количество заемщиков, они брали в этом банке кредит, соответственно, и были ориентированы на какие-то определенные, именно такие чисто бытовые нюансы. Ну, например, удобно подъехать, внести взнос. Банк находится по дороге из дома на работу. То есть, удобное было расположение. Этот банк ушел с рынка, его требования были переданы другому банку, который имел в нашем городе крайне мало офисов, по-моему, порядка двух всего лишь. И получилось так, что заемщикам многим надо ездить на другой конец города, что крайне неудобно. Конечно, остается возможность перечисления денежных средств, но это дополнительные затраты. Поэтому вопрос с выбором банка с точки зрения банкротства банка, ну, тоже вы должны, в общем, подходить к этому взвешенно. И второй момент, связанный с выбором банка, это касается, в первую очередь, наших региональных покупателей. Мы всегда рекомендуем им одобряться, если они планируют приобрести квартиру в Санкт-Петербурге, одобряться именно здесь. Потому что им будет проще купить тогда квартиру. Им не придется, если они одобрились у себя по месту жительства, им не придется ездить для подписания кредитного договора именно в свой город из Санкт-Петербурга, не придется пересылать документы. То есть это усложняет сделку, и такие сделки, к сожалению, тоже бывают, что и срываются из-за этого. Поэтому, если планируете купить квартиру в Санкт-Петербурге, одобряйтесь в Санкт-Петербурге. Тем более, сегодня это возможно в предыдущем выступлении. Вот я видел такие ответы, там писали, говорили о том, что, пожалуйста, высылайте документы. Все это сегодня реально. Подготовка пакета документов для получения ипотечного кредита. Здесь более-менее все просто. Но, опять же, смотрите, какие документы требует банк, потому что есть стандартный пакет документов, а иногда банки какие-то требуют дополнительные документы, и для вас, может быть, просто это довольно сложно все это собрать. Хотя у всех банков более-менее стабильный пакет. И подбор объекта, почему я тоже выделяю отдельным моментом, потому что у нас многие люди сначала обращаются за какой-то суммой кредита, а потом начинают искать объект. Все-таки вот это все нужно решать в комплексе. То есть нужно понимать, что я хочу, нужно понимать, какую мне сумму денег необходимо в виде кредита, чтобы я мог приобрести именно тот объект, который я планирую купить. Так, теперь, дальше. Какие существуют нюансы, о которых, к сожалению, у нас некоторые забывают. Срок кредитования. Что здесь имеется в виду? Что многие банки не меняют вам срок кредитования, когда вы уже взяли кредит и гасите кредит досрочно. Это не все. И, в общем, здесь идет ситуация, частично досрочно гасите. Здесь ситуация тоже меняется, и потихонечку многие банки идут навстречу заемщикам, но по-прежнему есть банки, в которых вы взяли кредит на 20 лет, и пока вы полностью не погасите весь кредит, у вас все время при досрочном погашении будет уменьшаться только платеж, а срок кредита будет оставаться неизменным. И страхование кредита тоже часто у нас люди на это не обращают внимания. Сейчас я это проиллюстрирую слайдом, а потом мы, в принципе, сюда еще вернемся, чтобы здесь, к сожалению, не очень крупно, но, надеюсь, вы сможете разглядеть. Здесь у меня два варианта расчета проведены. Это расчет кредита без страховки, расчет кредита с страховкой. Обратите внимание, что кредит без страховки увеличивается при прочих равных условиях на 1%. Если вы все-таки страховку возьмете, ну, во-первых, вы будете действительно застрахованы, то есть страхование жизни и здоровья все-таки вещь серьезная, страхование от потери трудоспособности, это вас, в общем-то, защищает. Причем страховку вы сможете приобрести, если поищите, конечно, потому что есть разные предложения от страховых компаний, но тариф от 0,4% примерно до 1%. Соответственно, если вы возьмете процент 0,4%, для вас, очевидно, это будет значительно выгоднее, при том, что вы еще будете и застрахованы. Поэтому тут, конечно, однозначно, надо всегда страховаться, хотя бы вот по минимуму такому. Теперь перейдем к срокам. Мы уже частично с вами о сроках тоже говорили, но еще раз прошу обратить внимание, что происходит с платежами. Если между 10 и 15 годами, ну, давайте рассмотрим кредит со страховкой, да, то здесь еще более-менее такой приличный разбег получается по сумме, то между 15 и 20 годами разницы практически нету, зато растет очень серьезная переплата. Перед получением ипотечного кредита, перед подачей заявки на получение ипотечного кредита, вы должны уже эти цифры иметь перед глазами, чтобы четко понимать, вот насколько есть смысл вам на большой срок брать кредит, или все-таки срок в районе 15 лет будет для вас оптимальным. Поэтому вот на это тоже обращайте внимание. Сейчас я вернусь обратно к этому слайду, и здесь осталось еще пару небольших нюансов. Это использование материнского капитала. Использование материнского капитала, у нас право на материнский капитал имеет семьи с двумя и более детьми, при рождении второго ребенка. Значит, если у вас есть такой сертификат, вы можете его использовать при ипотечном кредите. И существует две схемы. Первая схема, когда вы используете материнский капитал в первый взнос, а вторая, когда вы просто гасите ипотечный кредит. Можно работать и по той, и по другой схеме, но сразу даю вам такую рекомендацию, что как первый взнос использовать довольно затруднительно. Банки, скажем так, негласно это не очень любят, и одобрение всегда проходит несколько сложнее. Зато спокойно погасить материнским капиталом ипотечный кредит для вас не составит никакого труда. Просто, ну, к сожалению, на это у вас уйдет 3-4 месяца. То есть за эти 3-4 месяца вы заплатите там некоторое количество процентов, но зато потом довольно существенную сумму вы погасите сразу от кредита. И ипотека по двум документам. Она интересна бывает для тех, кому сложно подтвердить доход. Человек работает на какой-либо работе, получает неофициальную, к сожалению, зарплату, официальная совсем маленькая, но при этом имеет большой первый взнос. Потому что банки, как правило, дают ипотеку по двум документам, если первый взнос составляет от 50%. В каких-то ситуациях это бывает крайне привлекательно для людей. Несмотря на то, что, кстати, стоит иметь в виду, вот здесь ставка в этом случае растет. Как правило, на процент вырастает для вас ставка по кредиту. Но тоже вы об этом всегда должны помнить. Теперь, какие существуют возможности по снижению ставки кредитования. Это страхование жизни и здоровья заемщика. Я вам об этом уже рассказал, да, на вполне конкретном примере. Еще раз, если вы не страхуете, примерно на процент растет у вас ипотечная ставка. Если страхуете, то страховка вам может обойтись примерно в 0,4%. То есть это выгодно. Теперь, ипотека по программе АИЖК существует. Агентство ипотечного личного кредитования. Оно работает в партнерстве с банками. В разных регионах эти банки разные. Соответственно, можно зайти на сайт АИЖК и всегда это посмотреть. У них базовая ставка на сегодняшний момент 13,75%. Причем для льготных категорий заемщиков, это родители трех и более детей, и работники военно-промышленного комплекса, применяется вычет из этой ставки 0,5%. И тогда у нас получается ставка 13,25%, что в принципе примерно на процент ниже в среднем по рынку. То есть их предложение может быть довольно выгодное. Но, как всегда, существуют нюансы. Первый нюанс, первый взнос не менее 30% при покупке жилья. И второй нюанс, что с документами немножко посложнее с рассмотрением. Банки жёстче рассматривают, поэтому не каждого одобряют. Подать можно, попробовать можно, если вы подходите, вот в первую очередь под эти льготные категории, и посмотреть, какую ставку вам банк предложит. Значит, и последний момент, ну на самом деле он не последний, но вот в моём выступлении о снижении ставки акция для молодых семей. Это молодые семьи с детьми или без детей, в которых одному из родителей не исполнилось 35 лет. В этом случае годовая ставка от 12,5% при первоначальном взносе от 20%. Обязательное страхование жизни, здоровья. Обратите внимание, я сделал расчёт вот здесь, от 12,5% ставка, что мы с вами видим, 13,25%, 13,5%, 13,5%. Я вам уже говорил об этом, да, что банки всегда пишут от. Вы выйдете на минимальную ставку при определённом первом взносе, и в том случае, если вы являетесь зарплатным клиентом этого банка, тогда вы получите минимальную ставку. А так вы можете при 10-летнем сроке получить ставку 13,25%, что в принципе тоже довольно привлекательная ставка на рынке. Значит, ещё раз напомню, это молодые семьи с детьми или без, в котором одному из родителей не исполнилось 35 лет. Теперь о рисках, которые нужно обязательно учитывать. Ну, самый основной риск – это в случае того, если я не смогу выплатить ипотечный кредит. И вот ещё до того, как вы будете обдумывать покупку квартиры в ипотеку, подумайте о том, насколько эту квартиру удастся вам выгодно продать. То есть, насколько это типовое жильё, насколько оно пользуется спросом на рынке. Тут вам всегда риэлтор это сможет подсказать. Если вы покупаете какую-то квартиру в старом фонде, большую, с привлечением ипотеки, вы должны очень чётко рассчитывать свои силы, потому что должны понимать, что если такую квартиру придётся продавать, непонятно, как быстро она будет продана и каковы вообще шансы на удачную продажу. Второй момент – юридическая чистота квартиры. Тоже, к сожалению, у нас многие об этом забывают. Считается как? Если я беру квартиру в ипотеку, значит, банк обязательно эту квартиру проверит, и мне ни о чём беспокоиться не нужно. Но, вы знаете, тут могут быть самые разные ситуации. У нас вот совсем недавно проходила такая сделка, где у нас люди продавали своё жильё и уже приобретали дальше встречную покупку. Она не была завязана на нашу сделку, но мы продолжали консультировать. И они нашли себе очень привлекательный вариант. Квартира по очень привлекательной цене. Когда они нам показали документы, мы им не рекомендовали эту квартиру покупать. Хотя ещё раз хочу сказать, что там какой-то явный криминал не можем. Просто сплошные продажи по доверенности. Квартира переходила всё время из рук в руки, и всё время в сделке участвовали доверенности. То есть это требует определённой проверки. Но мнение было такое, значит, сумма очень привлекательная. Банк всё проверит. Если не проверит, значит, собственно говоря, мы не купим. Мы говорим, хотя бы застрахуйте право собственности, титульное страхование. На это нам наши продавцы-покупатели говорят. Так, и этого нам не надо. Значит, банк, кстати, к моему удивлению, моментально эту квартиру согласовал, и они эту квартиру купили в кредит. Дай бог, чтобы у них всё было нормально. Но вот эти всё-таки нюансы я бы тоже всегда учитывал. И последний момент. Занижение стоимости жилья в договоре купли-продажи. Здесь речь идёт о том, когда продавец хочет уйти от налогов и просит вас указать заниженную стоимость в договоре. Банки многие на это идут. Поэтому, в принципе, в этом нельзя сказать, что прямо вот какой-то жуткий криминал. Но вы должны понимать, что в будущем, если вы будете получать вычеты по налогу, в частности, с процентов, то тут могут возникнуть вопросы, если у вас кредит выше, чем стоимость в договоре купли-продажи. Например, у вас в договоре купли-продажи стоит цена миллион рублей, а кредит у вас 2 миллиона рублей. В налоговой, когда посмотрят документы, спросят, почему кредит такой большой, значит, кредит получался не на приобретение жилья, а на какие-то там прочие всякие нужды. Ну и в налоговой могут у вас возникнуть с этим вопросы. Тоже вы просто должны об этом понимать. И теперь, в каких случаях не стоит прибегать к ипотеке? Это покупка квартиры с инвестиционными целями. Сегодня рынок не слишком хорош, и многие говорят о том, что цены могут даже продолжить снижение. И, соответственно, если вы купите с привлечением ипотеки квартиру в надежде ее выгодно перепродать, то это будет зачастую не очень хорошо. Почему я здесь пишу за некоторыми исключениями? Есть такая категория людей, которая приобретает квартиры в ипотеку и начинает их сдавать, и сумму, получаемую с арендатора, направляет в погашение кредита. Сразу подчеркиваю, в банке это не одобряют, и в договоре кредитном такие условия прописаны, что вам это делать запрещено. Но, к сожалению, у нас многие-многие-многие граждане этим занимаются. Понятно, что здесь риски у них снижаются. В крупном городе плюс-минус квартира всегда будет сдаваться. Могут быть какие-то провалы по цене, но если есть хоть какой-то запас своих финансов, есть абсолютно определенная уверенность, что все время будешь деньги на погашение ипотеки получать. Ну и покупка с минимальным первым взносом. Сегодня первый взнос и 15% некоторые предлагают, но все-таки такой более четкий первый взнос, это 20%. И на него надо ориентироваться. Ну, маловато. То есть, если вы покупаете квартиру в Санкт-Петербурге, то тогда очень большой платеж. То есть, ваши риски растут в случае, если, не дай бог, потеряете работу. Это обязательно тоже учитывайте. Ну вот, я кратко вам постарался рассказать о всех, ну, насколько это возможно, нюансах рынка недвижимости вторичного Санкт-Петербурга. Если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте, буду отвечать. Игорь Владимирович, да, очень много вопросов к вам. Вот Николай Ветвинов интересуется, что выгоднее при досрочном погашении кредита, уменьшать срок или сам платеж? Несомненно, выгоднее уменьшать срок, но, как я заметил в своем выступлении, не все банки, это понимая, дают вам возможность уменьшить срок. Поэтому вы, когда берете ипотечный кредит, должны сразу четко понимать, даст вам такую возможность банк или не даст. Это, собственно говоря, в кредитном договоре все прописывается. То есть уменьшение срока более выгодно, вы меньше процентов заплатите банку. Вы еще, интересно, рассказывали про кредиты по двум документам. Буду чуть подробнее, что это за два документа, и вот можно ли сейчас подтвердить доходы по справке банка, как это было возможно до привезти? Если мы говорим о двух документах, то здесь справка банка вообще нам не нужна. По форме банка о доходах нам достаточно иметь паспорт и второй документ. Причем второй документ совершенно обычный. Это водительские права, СНИЛС, это военный билет, это заграничный паспорт. То есть такие документы есть, ну, не побоюсь этого слова, в общем, у всех практически активных получателей ипотечных кредитов. Самое основное требование – это 50% первый взнос, то есть более 50% своих денег. И тогда банк этот риск принимает, повышает вам процентную ставку и выдает кредит, если, конечно, вас одобряет. Вы при этом, конечно, должны работать, просто ваш официальный доход может быть очень-очень-очень небольшой. А когда вы говорите о справке по форме банка, надо тоже понимать, что сегодня очень многие банки справку по форме банка приравнивают к 2 НДФЛ и не повышают вам ставку. Это тоже такой момент положительный для многих людей, получающих зарплату в конверте. Они не будут страдать при получении ипотечного кредита. Юрий Валерьевич, вот Сергею интересуется такой тоже частный вопрос, можно ли в ипотеку купить квартиру в Крущевке, если она входит в программу развития застроенных территорий. То есть, разумеется, что ее должны... Да, я понял вопрос. Значит, смотрите, Сергей, если есть план реновации на сайте, к сожалению, реновация сейчас забуксовала. Но было такое мнение, опять же, не у всех банк, все зависит от банка. Если ваш дом, ваш квартал стоит в программе на 25-й год, вам до 25-го года банк дает кредит. Если ваш квартал стоит в реновации до 20-го года, вам только до 20-го года дают ипотечный кредит. Соответственно, вот этот момент довольно индивидуален. Мы, когда такие клиенты к нам приходят, мы же сами иногда продаем квартиры в таких кварталах. Ну, с каждым клиентом приходится работать индивидуально. Собирать пакет документов, подавать на одобрение и смотреть на результаты. Тут прогноза однозначного нет, только общее направление я вам сказал. Еще Сергей, ну, уже другой Сергей, спрашивает, насколько реально сейчас получить ипотеку на покупку комнаты? Некоторые банки совершенно спокойно дают кредит на покупку комнаты. Таких сделок у нас довольно много происходит. Поэтому, милости просим. Совершенно спокойно. О покупке любой комнаты или только последней комнаты? Нет, лечь идет о покупке любой комнаты. В коммунальной квартире, коих в Санкт-Петербурге огромное количество. Единственное, тут стоит сказать, что банки требуют, чтобы были согласия от всех сособственников на продажу. Просто иногда высылаются уведомления. Не будем сейчас, наверное, в детали вдаваться. Но вот, нужно дополнительные документы. Их не так сложно получить. Юлия хочет у вас спросить. У нее ситуация такая, что были просрочки до этого по потребительскому или автокредиту, но сейчас долгов перед банками нет. Какова вероятность того, что при получении, при заявке на ипотечный кредит ей откажут? Значит, все зависит, когда были эти просрочки у Юлии. То есть, что сейчас происходит с ее кредитной историей в бюро. То есть, если эти просрочки уже были довольно давно, тут, я вам сразу скажу, конкретных алгоритмов нету. Поэтому сказать так, что вот год назад, например, была просрочка, что сейчас произойдет. Тут общий принцип. Чем раньше была просрочка, чем больше вероятность сегодня получить кредит. Если эта просрочка только-только-только происходила, месяц-два назад, вероятность, конечно, падает. Но, опять же, все будет зависеть от первого возноса, от срока кредитования. Шансы определенные есть. Я рекомендую пробовать. Вот Людмила буквально только что задала вопрос, как взять ипотеку на квартиру с перепланировкой. Все зависит от того, какая у вас перепланировка в этой квартире. Если перепланировка, как мы говорим, не относится к криминальным, а именно, несерьезно не перенесены так называемые мокрые места, санузлы кухни, и они не расположены над жилыми умещениями нижней квартиры, то многие банки к этому довольно спокойно относятся. Но я опять же за все банки не могу говорить, с теми, с которыми мы работаем, во всяком случае, мы здесь проблем не видим. Если где-то какая-то перегородочка передвинута, что-то сделано, даже чуть-чуть увеличен санузел, это совершенно спокойно проходит. Вот если капитальная стена еще, такой нюанс, снесена, это плохо. Если изменены внешние границы квартиры, так называемые внешние границы объекта, это плохо. То есть три момента, которые у вас не пройдут. Изменение внешних границ объекта, изменение капитальных стен и мокрые места, кухни, ванны, туалеты над жилыми помещениями нижней лежащих квартир. Ну, Юрий Владимирович, наверное, последний вопрос для вас. Светлана интересуется, с каким дисконтом обычно банки продают квартиры ипотечные отложения у банкрота? Знаете что, к сожалению, сильно дисконта тут, как показывает практика, не бывает. Наоборот, очень часто приходится сталкиваться, что эти квартиры довольно дорого стоят, поскольку в них там заложены уже всевозможные проценты, которые накапали, довольно давно заемщики не платили, и поэтому на каком-то сильном дисконте говорить нельзя. Где этот дисконт мы видим серьезно? Если речь идет о дорогой покупке, то есть это больше 10-15 миллионов рублей продается квартира, то тут можно увидеть дисконт в 1, 2, 3, 4 даже миллиона рублей. В небольших квартирах зачастую дисконт не такой и большой, поэтому очень индивидуально. Спасибо, Юрий Владимирович, очень интересно было вступление, не менее интересно было послушать ответы ваши на вопросы наших зрителей. Теперь предлагаем всем посмотреть небольшой рекламный ролик нашего делового партнера ЖНК-ОВИД. ЖНК-ОВИД. Купить свою квартиру, построить свой дом – мечта любого человека. Когда есть множество преград, стоящих между вами и мечтой о жилье, поможет простое решение – жилищный накопительный кооператив. Без залога, без процентов и без поручителей работаем по ФЗ-215. Контроль Центробанка РФ – обязательный ежегодный аудит. Жилищный накопительный кооператив «ЭЛИТ» – это полноформатный накопительный кооператив ЖНК. «ЭЛИТ» создан в 2008 году и работает в Санкт-Петербурге. Представительства открыты в Москве и в Крыму. Любой желающий может стать участником программы ЖНК, достигнув 16 лет. Единственный документ, который нужен для вступления в кооператив – паспорт. Вы сами выбираете форму участия в деятельности кооператива, режим накопления, понравившийся объект и порядок рассрочки. В ЖНК принимают все виды государственных субсидий и материнский капитал. С 1 января 2015 года материнский капитал можно вносить в качестве первоначального взноса. В Европе по системе ЖНК приобретается до 80% жилья. Вы стали пайщиком, а значит, совладельцем собственного предприятия. С этого момента у вас есть гарантированное право на получение жилья в соответствии с действующим законодательством и выбранной формой участия. Ваши деньги защищены квадратными метрами, купленными ЖНК, стоимость которых растет. Родственники могут подарить пай на квартиру на свадьбу молодоженам, бабушки и дедушки могут подарить пай на совершеннолетие своим внукам. Вы можете приобрести любое жилье, комнату, квартиру в новостройке, квартиру в готовом доме или загородный дом. В рамках программы ЖНК можно переезжать в большую или меньшую квартиру в зависимости от вашей ситуации и желания. Главное преимущество ЖНК в том, что удорожание жилья не превышает 40% за весь период участия в программе. ЖНК Элит это лучше ипотеки. Плюс 7 800 555 9 441. Звонок по России бесплатный. Еще раз представлю нашего последнего спикера это Андрей Витальевич Пименов управляющий офисом Банка жилищного финансирования в Петербурге и тема его выступления сколько брать и сколько отдавать как рассчитать свои финансовые возможности. Андрей Витальевич Вам слово. Добрый вечер уважаемые коллеги. Спасибо за предоставленную возможность рассказать. Надеюсь выступление будет полезным для вас. Но хотел сказать, что после таких двух замечательных выступлений когда рассказывали действительно о том что такое ипотека как брать что с ней делать и так далее то есть у него будет достаточно сложно сказать что-то новое. Но тем не менее я поделюсь своим опытом в ипотечном кредитовании расскажу действительно как не ошибиться при выборе ипотеки что с ней можно делать и так далее. Предисловие хотел бы сказать о том, что на рынке действительно в последнее время в период кризиса предложения реальные предложения по ипотечному кредитованию сильно сократились. мы видели что в какой-то момент бешено взлетели ставки там до 20 до 25 процентов народ не знал куда деваться доллар рост и так далее и было достаточно тяжело выбрать ипотечную программу для того чтобы решить какие-то свои вопросы. Соответственно в период кризиса ужесточилось снизились предложения по потребительскому кредитованию потому что банки реально оценивают риски связанные с неплатежеспособностью клиентов вызванные сокращением производства ухудшение в целом экономики сокращение рабочих мест и так далее. Почему это происходит еще плюс к этому самим предпринимателям стало достаточно тяжело получить кредиты на развитие своего производства ужесточаются требования центрального банка я хотел сказать относительно кредитов по двум документам сейчас надо понимать что такие кредиты более 50% от стоимости жилья если раньше там можно было получить и до 60% на покупку то в настоящее время более 50% от стоимости точно никто не даст. Я хочу надо понимать что кредит всегда выдается на условиях срочности платности и возвратности поэтому какой бы у вас хороший предмет залога не был банк всегда будет рассматривать вашу платежеспособность психологи рассчитали на самом деле это действительно тесты реального психологического теста что заемщик отдавая более 40% его ежемесячного дохода семейного на погашение кредитов находится в постоянном стрессе то есть у него снижается работоспособность отсюда снижаются всякие трудовые показатели и так далее и человек просто начинает либо искать какие-то дополнительные источники дохода либо теряет работу и так далее поэтому всегда ну как правило банк старается выдать кредит так чтобы ежемесячный платеж по такому кредиту не превышал 40-50% потому что наши люди русские наши люди закаленные могут все выдержать не более 50% от вашего дохода семьи да при этом доход можно подтверждать различными действительно способами может быть это справка по форме банка это может быть по заявлению самого заемщика который может как и проверяться да и банк будет отзвониться работодателю беседовать с ним и узнавать в чем заключается работа заемщика что он делает сколько работает сколько зарабатывает и так далее если информация о трудоустройстве заемщика не подтверждается то в этом случае кредите будет отказано вот можно получить кредит и без собеседования с работодателем ну тогда соответственно вы получаете самую большую процентную ставку потому что это самый большой кредитный риск и естественно банк будет его покрывать и в том числе покрывается кредитный риск за счет того что снижается отношение кредита стоимости кредита к стоимости залога и как правило не получит никогда более 50% от стоимости самого жилья значит вот тут когда мы с Павлом обсуждали тему нашей презентации моей презентации он сказал а что вы написали зачем вот это вот вот этот вот слайд особенно я хотел сказать что ипотека это на самом деле вот мы рассматриваем сейчас вот покупаем жилье в кредит да то есть с использованием ипотечного кредита и мы можем купить новостройку можем купить соответственно вторичное жилье с комнатами там с квартирами это отдельный вопрос но тем не менее можем да но я хотел сказать что ипотека это более универсальный инструмент финансирования каких-либо потребностей от залога имеющегося жилья то есть залог жилья можно использовать не только когда вы приобретаете недвижимость но и совершенно до финансирования других не связанных с приобретением жилья целей это может быть ну как допустим кредитование покупка например там загородного дома который совершенно не устраивает банк под как то есть загородного дома который который не устраивает банк в качестве предмета залога то есть банк не принимает ваш дом залог хотите вам понравиться какой-то домик там удаленность у него там и так далее вот это можно решить за счет залога уже имеющегося жилья и соответственно приобретении вложения денег на нужные цели есть новостройки которые не аккредитованы например да и сам застройщик предоставляет какую-то рассрочку платежей нужен первоначальный взнос можно закладывать имеющееся жилье в котором вы живете вкладывать это в качестве первоначального взноса продолжать оставаться жить в квартире которая у вас есть до тех до того момента пока не построится новое жилье и сразу соответственно выплачивать рассрочку но тут опять же надо осторожно очень подходить к вопросу о том сколько вы будете платить вот далее с тем жильем которое у вас было можно поступать совершенно различными способами то есть это может сдав это жилье может быть сдано не надо пугаться того что банк например запрещает сдавать квартиры которые приобретаются с использованием ипотеки наоборот предлагаем если у вас есть жилье которое вы сдаете используйте это как финансовый инструмент и пожалуйста сдавайте эти квартиры получайте этот доход погашайте кредит вы можете продавать жилье и тут вопрос был по поводу дисконта значит тут может быть разные варианты если продается жилье на которое уже обращает изыскание то банк никаких дисконтов не делает есть так как жилье реализуется предмет ипотеки как залог реализуется исключительно в судебном порядке то есть банк не может выставить квартиру на продажу без решения суда продажную сумму начальную устанавливает суд и квартира выставляется на торги и после этого если она квартира продается с торгов и в общем стоимость этого дисконта и цена квартиры определяется результатами торгов как правило ну такие спрос на такие квартиры имеется кто-то там ходит на торги но на торгах нельзя снизить стоимость квартиры более чем на 25% от той стоимости которую установил суд то есть сначала стоимость снижается если первые торги не состоятся то стоимость снижается сначала на 15% потом еще на 10% если нет то по стоимости 70% от сумм стоимости установленной судом банк принимает эту квартиру себе на баланс разница между стоимостью квартиры и суммой кредита выплачивается заемщиком соответственно заемщику прекращается отношение с банком как банк потом поступает с этой квартирой это его дело он может продавать он может оставить для себя и так далее но скорее всего конечно это будет все продаваться выставляться на продажу вот и есть второй вариант я говорил о том что можно продолжать жить допустим в заложенной квартире если есть такая необходимость то квартиру можно квартиру находящуюся в залоге у банка можно продать и тут стоимость на самом деле вот таких квартир на рынке несколько ниже чем обычная рыночная стоимость квартиры без ипотеки которая не находится в залоге ну потому что да покупка такой квартиры сопровождается какими-то рисками да обычно заемщики которые не могут уже дальше там платить по кредиту либо по каким-то причинам решили продавать квартиру они не могут погасить за счет своих собственных средств кредит и тут надо искать варианты а варианты на самом деле могут быть разные потому что тут не стоит удивляться на самом деле ипотечное кредитование это достаточно ресурсопотребление управляемое так отрасль да хозяйство то есть всегда нужны то есть банк не может постоянно выдавать 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 кредиты не пополняя каких-то ресурсов поэтому банки используют предусмотренную законом возможность продажи закладных обычно у нас по ипотечным кредитам оформляется закладная продажа закладных выпуска под этих закладных ценных бумаг соответственно помещение закладных это спецдепозитарий для обеспечения выплат по выпуску ипотечных облигаций например да либо передают кредиты на баланс другой кредитной организации вот которая обладает соответствующими ресурсами хочет приобрести себе кредитный портфель не задаваясь вопросом как выдавать эти кредиты вот поэтому не стоит удивляться что когда вы прийдете в банк скажет да мы продолжаем обслуживать этот кредит но ваш кредит ваш залог закладная находится на балансе другой организации вот и здесь возможны различные варианты продажи этой квартиры то есть либо это если ну например у нас это происходит следующим образом если закладная находится у нас на балансе мы предлагаем сглажить деньги в ячейку снимаем обременение регистрируем переходы права собственности и потом собственно гасим кредит если же закладная находится на балансе другой организации под выпуск ипотечных облигаций то тогда закладную можно вытащить из тех спецдепозитария только после дополненного досрочного погашения кредита поэтому у нас заемщик и покупатель подписывают договор купли-продажи переводит безналичные в порядке денежные средства насчет продавца то есть нашего заемщика мы снимаем опять же залог и регистрируем переход права собственности некоторые риски конечно есть боятся а вдруг заемщик потом не пойдет в регистрацию и так далее но тут надо учитывать что в соответствии с гражданским кодексом у нас договор купли-продажи квартиры вступает в силу с момента его подписания вы выполнили условия по оплате этого договора в судебном порядке вы можете всегда добиться регистрации права собственности на вас потому что у нас в настоящее время сам договор не подъезжает регистрации регистрации подъезжает только права собственности так вот еще раз напомню что ипотека это более универсальные инструменты получив деньги под залог имеющегося жилья вы можете потратить деньги на приобретение допустим квартиры в новостройке которая еще не аккредитована банками вы можете потратить деньги на обучение вы можете приобретить загородную какую-то недвижимость то есть использовать деньги для бизнеса и так далее то есть это все относится к ипотечным кредитам под залог имеющегося ну и также конечно не стоит хватит о том что на средства ипотеки можно купить квартиру на вторичном рынке так на что стоит обратить внимание тут уже коллеги говорили может быть я чуть-чуть уточню то что там уже было сказано для того чтобы правильно рассчитать ваши возможности по выплате кредита надо обратить внимание как определяется у вас процентная ставка обычно если ставка фиксированная понятно что вы можете рассчитывать уже весь платеж на весь период если ставка плавающая как правило я могу сказать вам точно что на момент когда вы будете подписывать кредитный договор плавающая ставка будет ниже чем фиксированная потому что это был бы вообще просто нонсенс если бы это было бы по-другому но тем не менее как показывает практика ставки колебаются часто и ставки растут поэтому не факт что ставка будет дальше меньше поэтому с плавающей ставкой я бы себя вел очень осторожно про валюту кредита даже говорить много не надо потому что понятно что валютные риски вот как когда все понимали и там несколько ну там несколько лет назад там лет восемь девять назад все брали нам ипотеку в валюте потому что ставки были маленькие низкие в валюте была валюта была дешевая сейчас понятно все столкнулись с проблемой валютных рисков но к сожалению ничего на законодательном уровне как это хотели сделать нельзя нельзя банкам сказать о том что вот пересчитайте все кредиты по 24 по 42 рубля нельзя потому что это прямой убыток банкам это нарушение а банк он тоже участник экономических отношений то есть нарушение его прав понятно что заемщикам сейчас трудно но надо как-то переводить можно переводиться в рубли перезакладывать квартиры и так далее но тут надо понимать что в любом случае когда если вы даже сейчас перекредитуетесь в рубли вы сможете каким-то образом нивелировать свои будущие риски но по платежам например вряд ли станут меньше потому что вам валюту пересчитают в рубли по текущему курсу ставка у вас поднимется с 8 до 15 и платеж будет гораздо больше у меня такие случаи были люди приходили говорят давайте мы перекредитуемся когда мы все посчитали сели не надо мы так и будем платить потому что там уже оставалось не так много да сейчас нагрузка по выплате кредита она больше стала но тем не менее решили оставаться там в валюте то есть очень надо просчитывать это все вот дальше порядок погашения кредита это как называли уже там лучше всего вот инвитетные платежи вопрос конечно интересный там что к лануитетным платежи да это равные платежи ваш платеж по кредиту разбивается на весь рог кредита он является равным на весь рог он включает в себя погашение процентов и соответственно погашение основной суммы долга дифференцированный платеж также включает погашение основной суммы долга и процентов только основная сумма долга гасится равными частями не так как вы нанесите первую половину срока кредита и вы платите больше процентов чем основной суммы долга при дифференцированном платеже основная сумма долга погашается равными частями повторюсь да и чем меньше сумма кредита тем меньше вы платите процентов то есть на На входе у вас, может быть, проплатеж, я условно сейчас говорю, 25 тысяч рублей, на выходе у вас будет платеж 15 тысяч рублей. Ну, то есть понятно, что в течение всего периода эти платежи будут. Шаровые платежи. Что это такое? Это когда в течение всего срока кредита платится только процент, и в конце срока погашается вся сумма кредита. Это наиболее рискованные кредиты, и банки их перестали выдавать, выдавали их очень редко, именно уже с 2002 года занимаюсь ипотекой, я там пару кредитных договоров таких видел, и в основном их выдавали юридическим лицам. То, что касается страхования и дополнительных услуг, которые якобы навязывает банк. Я вам хочу сказать, вот тут вопрос тоже там я читал, где там в чате, да, изучал, что лучше платить там один процент по, ну, там больше по ставке, либо там купить страховку и снизить на один. Я вам скажу, что покупая страховку, вы покупаете отдельную услугу, которая совершенно, ну, как бы, она идет параллельно к кредитованию. И за эту услугу, вот, что лучше, там, как бы, вот, когда вас выселят из квартиры, потому что вы стоите там, ну, не дай бог кто-то, ну, все в жизни случается. Ну, там, ну, там, я за столько лет уже, там, вот, повидал очень много, и там, получение первой, второй группы инвалидности, да, там, ну, не смогли, потеряли работоспособность, попали в аварию. Ну, очень много таких случаев. Страховые компании поглощают кредит, и вы остаетесь с квартирой. У нас были случаи, ну, опять, трагические. Может быть, тяжело их вспоминать, там, ну, погибали заемщики. И в случае, если у вас отсутствует страховка, значит, выплата кредита переходит к наследникам. Наследники будут вынуждены, если они хотят сохранить эту квартиру, соответственно, становиться на место заемщика и выплачивать этот кредит дальше. Либо, если никто не заявится, то тогда тут уже квартира будет переходить в банку. Ну, поэтому подумайте, что лучше для вас, да. Если, например, там, дом развалился, сгорел, там, то есть, ну, индивидуальные жилые дома тоже же могут быть предметом ипотеки, да, там, развалился, взорвался, там, и так далее. Опять же, кредит погасит за вас страховая компания, и вы не будете платить всю жизнь, ну, там, не всю жизнь, да, там, оставшийся срок кредита, там, а это 15-20 лет. Нет, это, ну, достаточно большой срок за то, чего у вас уже нет. Поэтому, еще один вопрос, связанный со страхованием, там, вот, кто-то говорит, а почему нам банк навязывает? Ну, не навязываем, пожалуйста, хотите, страхуйтесь, хотите, нет, да, действительно, это нивелируется процентными ставками. Но не такая уж и большая разница получается, вот, там, если взять, там, расчетки, полтора миллиона сумм кредита, один процент вы переплачиваете, это 15 тысяч рублей, там, в год, да, я, там, взял за первый год, ну, там, кредита. А если вы платите, там, 1-1,2 процента, ну, вы заплатите 18 тысяч за страхованием, ну, вы будете, купите совершенно, абсолютно другую услугу. Вопрос задает, могу ли я, там, допустим, отказаться от страховки потом, в последующие периоды. Нет, условия договора не подлежат изменению в одностороннем порядке. Если вы выбираете опцию страхования, значит, вы должны страховаться дальше. Тем более, что законом в ипотеке предусмотрено страхование имущества, да, и страхование квартиры той, которая идет в залово. Возможности снижения ставки по кредиту, это сейчас называется опция, как бы, плата за снижение ставки. Банки такие предлагают, если, например, вы приходите, там, можете получить кредит, там, по 20 процентов, они вам говорят, там, сплатите 2, 3, 4, там, процента от суммы кредита единоразово, значит, и в этом случае мы снижаемся ставку вам до 15, да. Ну, такое и есть, как бы, это тоже сейчас совершенно самостоятельная услуга банков, которая продается, и которая является законным, банк ни к чему не принуждает, ну, вот такие вот есть истории. Следующий вопрос, это, ну, основные преимущества, да, там, кредитов, на что их можно получать, там, кредит на покупку жилья, там, новостройка, либо на вторичку, там, кредит на любые цели, я еще раз повторю, что ипотечные кредиты можно получать не только на покупку, но и под залог имеющиеся недвижимости, и салитет, то есть, в чем преимущество, да, ипотечные кредиты, они достаточно, выдаются на более крупные суммы, нежели кредиты потребительские, беззалоговые. И ставки по ним, как правило, меньше, это, ну, в районе, там, если мы говорим, там, под залогами на покупку. Коммерческие ставки, там, сейчас я не говорю о ставках по программе госфинансирования, там, приобретения жилья для отдельной категории граждан, ну, это в районе 15% это нормальная ставка сейчас по ипотечным кредитам. Очень важно отметить, что можно использовать такой инструмент, как залог третьих лиц, например, если вам необходимо получить кредиты, есть какие-то там родственники, которые хотят, там, могут выступать залогодателем, либо там, например, родители могут выступать залогодателями по кредиту, который получают их дети. Это тоже нормально, родители продолжают жить в той квартире, там, например, на те деньги покупается какое-то другое жилье или используется, там, для других целей. И вот, ну, небольшой пример, да, мы там взяли, почему мы там всем хагитируем, например, пользоваться инструментами ипотеки, да, когда вам не нужно покупать жилье, например, там, кредиты какие-то вы получаете на другие цели, да. И вот, если суммировать, там, например, несколько кредитов, полученных на потребительские цели, сумма 1 миллион рублей, да, мы видим, что общий платеж по ним будет в районе, там, 47 тысяч рублей, а если мы берем один ипотечный кредит на миллион рублей, то платеж по нему будет в районе 14 тысяч рублей. Понятно, что такие кредиты брать выгоднее, они более долгосрочные, вы можете планировать, ну, и, соответственно, нагрузка платежная у вас будет гораздо меньше. Ну, и как сотруднику банка, мне, наверное, ну, очень трудно сказать, брать или не брать, конечно, я должен сказать, что брать. Вообще, на самом деле, брать или не брать кредит, решать всегда вам, нету самого лучшего времени, вот, ну, сначала были, там, квартиры дешевые, ставки большие, потом квартиры подорожали, ставки снизились, сейчас квартиры опять, там, выросли ставки, стоимость, там, упала. Кредит надо брать тогда, когда он нужен, когда вы хотите и имеете возможность и желание, там, улучшить свои жилищные условия, вы понимаете, что у вас есть достаточный доход для того, чтобы платить ипотеке, достаточные сил, и вы уверены в, ну, как бы, в своем будущем, хотя на нашем, в нашей, ну, в наших условиях сегодняшних, там, очень трудно это делать. Ну, в общем, вот, что хотел сказать, спасибо за внимание, я готов ответить на вопросы. Да, Андрей Витальевич, большое спасибо вам за ваше заступление, к вам тоже достаточно много вопросов, вот, буквально, я попрошу вас в прямом эфире ответить. Вот, у меня тоже возник такой вопрос, и у наших зрителей, а вот, когда больше переплата, при равных чатных платежах или при дефинансированных? Переплата будет больше при аннуитетных платежах, потому что в первые несколько лет кредита у вас будет достаточно, ну, медленно снижаться сумма, сама сумма, общая сумма задолженности. Чем больше сумма задолженности, тем больше процентов вы на нее платите. А так, при дифференцированном платеже сумма все время снижается одними и те же платежами, ну, так представьте, да, что если взять, там, кредит, там, 10 тысяч рублей, и это просто сейчас условно, да, вы каждый месяц, например, там, при дифференцированном платеже уменьшаете платеж на тысячу рублей, там, возьмем кредит на 10 месяцев. А при аннуитетном платеже, допустим, в первый месяц, там, он снизится, там, на 0,2, потом на 0,4, потом там на 0, и вот так, то есть будет постепенное и более медленное снижение общей суммы задолженности. Но при этом в первые, вот, несколько, там, допустим, 4-5 лет дифференцированный платеж, если мы возьмем в разрезе 10 лет, да, кредита, там, первые 3,5-4 года платеж будет больше, чем аннуитет. Поэтому при расчетах аннуитетного платежа, почему берут аннуитетный платеж? При расчетах аннуитетного платежа за счет того, что в первые годы он меньше, чем дифференцированный платеж, у вас сумма кредита будет больше, ну, как таковая, на один и тот же доход. То есть, если у нас вначале, допустим, при дифференцированном платеже, там, платеж будет по кредиту 60, но аннуитет ему будет, там, 40. И поэтому сама сумма кредита, которую мы даем на единицу дохода, она будет больше. Понимаете, да? Да, конечно, спасибо. И вот Лиза еще интересуется, такой у нее частный, конкретный случай, работает в компании давно, но в штаб попало только месяц назад. Банк это устроит, если раньше были только договоры подряд? Имеется в виду, видимо, что она может их предъявить. Смотрите, если договоры подряда были, под ним уплачивалось НДФЛ, это можно как бы элементарно проверить, да, то, в принципе, мы возьмем и этот доход в расчет. Значит, опять же повторю, тут будет индивидуальное рассмотрение, и все зависит от наличия первоначального взноса, да. Если у вас есть там торговые договоры, подтверждение того, что вы там платили и так далее, попали в штат, ну да, мы рассмотрим это все, первоначальный взнос будет меньше. А если вам трудно это сделать, например, да, ну то при первоначальном взносе, например, у меня только 50%, мы вообще смотреть не будем, сколько вы там работаете. И последний вопрос, это для вас от Светланы, тоже очень конкретный. Каков сейчас минимальный размер белого дохода на одного члена семьи для покупки однушки? Видимо, имеется в виду в Петербурге. Можешь назвать это? Давайте уточним, что такое белый доход. Подтвержденные формы 2 НДФЛ? Видимо, имеется в виду вон. Ну, 2 НДФЛ вообще не можно предоставлять. То есть тут никакого. Вот смотрите, давайте возьмем однушку. То есть все зависит от стоимости. Сколько стоимость минимальной однушки? Там полтора, миллион восемьсот, да. При этом, ну если вы вносите, там, например, 30%, собственно, 500, там, если, значит, платеж по кредиту на миллион рублей в районе 14 рублей, ну, разделите, там, 14, ну, где-то порядка 30 тысяч рублей должен доход. Ну, вот так, на скидку просто, если мы говорим о сумме кредита, примерно, там, в полтора миллиона, ну, в миллион рублей. Да, если там полтора, ну, вот так. Спасибо большое, Андрей Витальевич. Очень был у вас интересный доклад. Теперь мы покажем небольшой ролик партнеров жилищного проекта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok